Нетипичный случай. Так, министра здравоохранения региона охарактеризовала недавний конфликт в поликлинике номер 20 города Саратова. Напомню, в своем сюжете мы рассказали историю инвалида первой группы Юзефа Баттершина. Трижды в неделю ему необходимо проходить процедуру гемодиализа, внепочечного очищения крови. Год в областную больницу из поселка Юбилейный Баттершина возила машина поликлиники номер 20. А в середине сентября мужчину огорошили новостью. В транспорте отказать. Пациент считает, что руководство поликлиники нарушило закон, который гарантирует обеспечение перевозки нуждающегося в гемодиализе. Стоит отметить, что после нашего сюжета машина все же нашлась. Причем пациенту прислали автомобиль, в котором обычно ездит главный врач 20-й поликлиники. Всех пациентов, которым необходим гемодиализ, организуют транспортировку в медицинские организации. Главный врач не выстроил правильную коммуникацию с пациентом, потому что именно доставка этого пациента в том числе осуществляется. Но был претендент и в любом случае главный врач обязан был разобраться. Министр назвала несоответствующими действительности объяснение главного врача о том, что учреждению дорого обходится возить пациента на гемодиализ. По словам Жанны Никулиной, финансирование услуг, которые оказывает медучреждение, осуществляется за счет фонда обязательного медицинского страхования. И средств этих достаточно. Сейчас в нашей области 363 человека нуждаются в гемодиализе. И, как уверяет министр, каждому предоставляется транспорт, даже если приходится выезжать за пределы города.